Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас об 11 главе книги «Экклезиаста». 11 глава довольно короткая, и продолжает она тот заключительный набор афоризмов, которые мы обнаружили уже в предыдущей 10 главе. Вполне возможно, что боговдохновенный редактор постарался поставить где-то в конце книги те тексты, которые были связаны с автором, которого он, возможно, знал, и которые не хотелось бы потерять. Кстати, примерно тот же самый приём мы обнаружим и в заключении целого ряда других книг, относящихся к литературе мудрых Израиля, когда есть некий набор изречений, которые жалко было бы, невозможно, не хотелось бы просто потерять, и вот они вставляются почти случайным образом в заключительных частях книг, ну, бросаются в глаза, скажем, современный вид книги Даниила в этом смысле, конечно, в качестве примера. Так и здесь. Вне прямой связи с предыдущими рассуждениями здесь помещены, тем не менее, очень важные идеи «Экклезиаста», и, пожалуй, единственное логическое объяснение, которое вообще этой структуре можно предложить, это то, что автор и боговодохновенный редактор, скорее всего, пытались хотя бы как-то конкретизировать, что же такое тот путь мудрости, о котором шла речь в предыдущих главах, что же такое то благо, которое может мудрость дать человеку. И вот поэтому мы здесь видим некоторые чрезвычайно важные мысли. Начинается 11 глава словами «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его». Это вполне возможно поговорка, бытовавшая во времена автора, а может быть, и им самим сформулированный афоризм, который он так или иначе в следующих тихах поясняет. Идея его заключается в том, что когда у тебя есть нечто, как, например, хлеб, тебе следует, как он выражается, «отпускать хлеб твой по волнам». Это не значит, что бросать булки в воду для уточек, конечно. Имеются в виду, ну, там, можем представить себе лодку, наполненную запасами хлеба, или ещё какие-нибудь формы водного транспорта, которые человек отпускает и не знает, куда и кому они попадут. Вообще в Ветхом Завете иногда эта мысль наблюдается очень ярко, да, когда, скажем, закон говорит о том, что если ты жнёшь хлеб на своём поле, не старайся подобрать всё до последнего колоска, оставляй то, что падает на землю, для нищих, для тех, кто голоден, кто нуждается. Вот оставляй, кому-то это может понадобиться. И здесь тоже екклезиаст говорит, отпускай хлеб твой. Кому он попадёт, ты не знаешь, потому что это твоё участие в деле Бога. Поразительные поэтические строки мы видим в пятом стихе. «Ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной. И так ты не можешь знать дело Бога, который делает всё. И поэтому, когда ты отдаёшь тот хлеб, который у тебя есть, куда-то, не задумываясь, куда ты его отдаёшь, и не пытаясь проследить, так сказать, его судьбу, пусть это будет твоё участие в том, как Бог кормит голодных, которым попадёт этот твой хлеб. И, конечно, екклезиаст говорит о том, что и тогда это тебе вернётся. Ты не знаешь, какая беда будет на земле. Но по прошествии многих дней этот хлеб найдёшь опять, он вернётся к тебе. В современной культуре в конце 20-го, 21-го веке, между прочим, это представление о том, о том, что мы можем, не подписываясь, так сказать, делать что-то, что может оказаться полезным для других, не адресно, а просто для кого-то. Эта идея потихонечку входит в человеческую культуру, хотя, конечно, далёко не везде. Но, тем не менее, повторю, что для екклезиаста это возможность для человека, читающего его книгу, поучаствовать в том, как Бог управляет жизнью, в том, как Бог питает человечество. И дальше он говорит о том, что когда ты живёшь, ты живи, живи, веселись. Пусть веселится человек в продолжении своих лет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Веселись, юноша, в юности твоей. Удаляй печаль от сердца твоего. Не потому это говорится, что екклезиаст хотел бы убедить читателя, что всё хорошо. Он 10 глав перед этим говорил о том, что всё зло и суета-сует. Нет, конечно, но он говорит о том, что когда ты живёшь твою жизнь, жизнь сама по себе достаточно важная вещь, чтобы ей радоваться. И в самом начале, в первых стихах, следующей, 12 главы, он будет говорить «Помни создателя». Там продолжается та же мысль, та же тема, что здесь в 11 главе. Он говорит о том, что не упускай возможности радоваться Богу, радоваться жизни, которую Бог даёт, и благодарить Его. Это на самом деле, если и искать какой-то ответ на вопрос о том, что же делать со всей той суетностью и бессмысленностью и общей смертной участью, о которых екклезиаст пишет всю книгу, вот, наверное, Его ответ. Не усумнись радоваться Богу, не ленись это делать. Используй тот миг, тот день, который у тебя есть, для того, чтобы участвовать в деле Бога и благодарить Его за эту жизнь, радоваться тому, чему ты можешь радоваться. Таким образом, если вывод из всего, что он видит в человеческом, земном мире, в земном измерении, печаль, то, наоборот, то, что ему кажется главным в отношениях с Богом, это радость о Боге и благодарность за все Его дары. Субтитры создавал DimaTorzok